И всем привет, ребят, с вами Сарманька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре новый фриз, новое устройство с оглушением. Относительно недавно мы вместе с вами тестировали подобную жигу, которая, если честно, меня не удивила и показала себя, ну, откровенно говоря, слабо. Сегодня вышло новое устройство, ну, как сегодня, уже на этой неделе вышло новое устройство, парализующая смесь, это устройство на фриз с оглушением, которое критует и оглушает противника, то есть именно криты оглушают противника, и сегодня мы скатаем одну каточку, протестируем, я думаю, что по одному бою уже станет понятно, насколько она эффективна или неэффективна, работает в нашем матчмейкинге, интересно будет посмотреть, что же лучше фриз или жига. Жига, потому что с довольно маленьким количеством критов показала себя, как я уже сказал, слабовато, у фриза все-таки критов должно быть побольше, и я надеюсь на то, что эта пушка сумеет себя показать намного, намного интереснее. Но все равно, если мы рассматриваем все устройства, которые есть, те устройства, которые работают на протяжении всего времени, я имею ввиду пробитие и подавление, они сейчас смотрятся предпочтительнее, чем те устройства, которые работают с критическим только выстрелом. Все-таки нужно понимать, что критов большого количества не бывает, и, ну, грубо говоря, там за один баллон может вылететь 4-5, ну, порой где-то там 7 критов, но это все равно крайне-крайне мало. Это не то, что вы даете, например, на постоянной основе, как я уже сказал, на пробитии или подавлении. Подавление, как по мне, сейчас вообще смотрится как самое сильное и актуальное устройство на фриза. Ну, за исключением, если мы только рассматриваем донатные устройства, да, если мы рассматриваем все устройства, то, например, тот же адреналин на фриз за кристаллы порой смотрится куда интереснее, чем то же устройство на пробитии. Но, если акцентировать внимание на всех устройствах, то я бы все равно свое предпочтение отдавал бы устройству на подавление. Так, что-то нас очень-очень-очень долго грузит, и это связано с тем, что я тут подрубился с другого инета. Надеюсь, что у меня лагать не будет. Надеюсь, что хоть нас и так долго грузит, но загрузит, и не будет никаких лагов и никаких других приколов, и мы сможем полноценно затестировать наше устройство на фриз. Загрузка мне показывает сотку, и я надеюсь, что эта сотка сейчас нас ох, отлично, запикивает в катку. Запикивает у нас уже в очень удачный бой для нашей команды. За 3,5 минуты у нас уже 30 точек и полная доминация над противником. Я, если что, на викинга фризе с дроном лопкач. Это тот дрон, который вам дает дополнительную замечательную скорость. Так, походу у этого молодого было, да, у него был иммунитет. Так, ну а здесь у оглушения накидывается. Вопрос лишь только в том, насколько долго накидывается это оглушение, и насколько часто оно вылетает. Если это оглушение станет хотя бы на секунду, избивает весь контроль противнику, то это уже очень и очень достойно. Если же это... А, ну это у молодого иммунитет, я понял, хорошо. Если оно работает довольно на короткий промежуток времени, ну тогда, тогда, конечно, плюсов от него будет не так много. И, условно, дефолтный адреналин будет смотреться лучше, потому что с ним криты будут жестче, и сама пушка будет наносить большее количество урона. Если она наносит большее количество урона, то, соответственно, оно и уже по факту является сильнее, чем устройство, которое имеет эффект, но при этом не критует и не наносит большого количества урона. Поэтому этот стан должен быть довольно видимый, да. То есть, если он не будет ощущаться, но по вот этим пару минутам, я бы вообще сказал, что как будто у меня критов от слова совсем не было. Да, то есть, там было два крита за, наверное, три баллона, которые я выдал. И это нужно понимать, что это очень и очень мало. То есть, здесь, ну, мне бы хотелось бы видеть, конечно, за такой период времени намного больше этих критов. Но надеемся, что сейчас она закинет на еще одну, такую небольшую карту, где можно будет реализовать. Приза все-таки на больших картах реализовать продувы тяжеловато. А на таких вот картах типа 6х6, песка, сандала, платошки, на них довольно легко и приятно можно все реализовывать без особых проблем. Поэтому надеемся на то, что сейчас нас тоже закинет на относительно небольшую карту. Ну, например, на такой песочек какой-нибудь контентовый. Было бы вообще неплохо. По ЦП, ну, наверное, я бы сказал, что это один из самых удобных режимов для реализации продува. Ну, и для того, чтобы его вообще рассмотреть. Потому что противник концентрируется на точках. Ну, и у вас есть отличная возможность быстро дотянуться до него. Так, нас закидывает на полигон. Здесь у нас три точки имеются. Ну, а наша задача попытаться посмотреть, сколько же все-таки критов будет. Да, вот выдул больше половины баллона, ни одного крита не вылетел. Еще добавил, и еще не было ни одного крита. Но это плохо. Это очень и очень плохо. Если мне надо надувать побольше, чем половину, даже по целому, баллоны у меня не... О, ну ладно, сейчас два крита вылетело. И, кстати, чел застанился очень-очень сильно. Но пока что, если честно, я не вижу разницы между Жигой. Да, потому что на Жиге было также крайне мало критов, как и вот сейчас на фрезе. То есть, количество критов, по ощущениям, вообще не поменялось. И что там было их мало, что тут их мало, и... Ну, типа... А смысла тогда от этого замечательного устройства, если у него нету вообще здесь критов? И я не имею никакого дополнительного плюса. То есть, ну, типа, в чем прикол? Типа, в чем прикол, если я не могу ничего дополнительного здесь получить? Я, конечно, надеюсь, что... Эти все устройства с оглушениями в дальнейшем будут как-то дополнять и апать. Потому что что на Жигу, что на фреза, вот то же самое устройство на Эмми, да, которое у нас было, там тоже крайне маленькое количество критов, да, и мне лично непонятно, зачем они у нас все добавляются. И при этом я уверен, что никто эти устройства в матчмейкинге не использует, так как они абсолютно даже близко не находятся в мете. Да, и даже это устройство, я, например, сейчас понимаю, что оно не актуально. И мне бы лично хотелось бы в таких устройствах видеть, ну, хотя бы, хотя бы за баллон определенное хорошее количество критов, с которыми в дальнейшем можно было бы реализовать наше вооружение. Ну, вот сейчас два крита вылетело, чуть-чуть подоглушил, но это мало, этого мало. И по очкам я даже не могу ничего сделать, да, не могу даже уничтожить противника. Соответственно, реализация, какая может быть реализация вашего устройства, если вы играете, грубо говоря, на обычном дефолтном фризе без никаких устройств, да. И то, у меня есть вопрос, может быть, даже оно и слабее, чем дефолтный фриз, есть ли у него возможность такой хорошей заморозки, моментами мне кажется, что оно даже не морозит, то есть оно может быть даже слабее, чем обычный дефолтный фриз. Ну, если сравнивать с адреналином, то адреналин 100% смотрится интереснее, потому что здесь я за уже, ну, грубо говоря, треть катки набиваю 5 киллов, да, при этом имея хорошее вооружение и имея пул прокачанный здесь комбинацию свою, да, гараж, я хотел сказать, но комбинация, да, то есть, ну, очень-очень слабо, и я в очередной раз недоволен этим устройством и, в принципе, всей линейкой устройств на фриз, на жигу, да, которые у нас делались в последнее время по типу Эмми, да, по типу вот этих вот замечательных оглушений, и у меня большие вопросы к тому, к какому месту вообще их делают, и почему такое количество критов есть с этими устройствами, да, почему оно такое маленькое, и почему, например, стан, ну, ладно, за Эмми, типа, там, говорить нечего, там просто количество критов было маленькое, почему здесь, например, стан такой маленький, почему он маленький такой, то есть здесь, если у тебя за один баллон два крита, у тебя стан должен быть, ну, вот такой вот, как, например, на молоте, ну, как, такой вот, как на молоте он должен быть, Ну прям чувствоваться должен этот стан. А если у меня стан не работает от слова совсем, то что я могу здесь реализовать? Как я могу реализовать это устройство? То есть для меня это сразу автоматически становится устройство, которое, ну, максимально слабое. От которого нет смысла использовать в матчмейкинге в целом. Да, то есть, ну, ты же его не сможешь реализовать так, чтобы ты на нем заформил. Да, если ты не можешь на нем ничего заформить, соответственно, смысл его использовать. Если можно взять, как я уже сказал, подавление, можно взять адреналинчик, можно даже взять пробитие, которое будет эффективно и грамотно работать. А в таких устройствах я, честно, не вижу смысла. И, возможно, их просто в определенный момент бафнут. Да, ну, в принципе, их, я думаю, что количество довольно маленькое, да, у игроков вообще имеется. Ну и реализовывать их, я даже думаю, что те ребята, которые их имеют, особо и не будут. Вот так, ну, а катку мы проигрываем. Поэтому вопросов очень много. Вопросов очень и очень много к таким устройствам. И это уже, наверное, третье, может, даже четвертое устройство, которое новое, тестирую. И ни одно из этих устройств не вызывает у меня какого-то, ну, восхищения, да. То есть, я не могу сказать, что это крутое устройство, да. Мы тестировали, получается, Эмми. Получается, сейчас мы протестируем парализующую смесь на фреза. И мы тестировали подавляющую смесь на жигу и парализующую смесь на жигу, да. То есть, подавляющая смесь на жигу еще, ну, как-то более-менее что-то показывала. А парализующая смесь, ну, тоже была такая крайне-крайне слабая. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этих всех устройств. Если у вас у кого-то оно есть, то вообще было бы интересно услышать вашу точку зрения по поводу всех этих замечательных устройств. Согласны ли вы с моей точкой зрения? Поддерживайте видеоролик лайком. Если согласны, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоматериалы. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.